Итак, всем привет, моя зелёная банда, с вами Fluttergreen, и, собственно, я сегодня глянул Pony Life. Кто не знает, я делал реакцию на трейлер, своё мнение по поводу Pony Life, что это вообще может быть. Кто до сих пор не знает, то совсем недавно вышло несколько серий Pony Life. Это, если чё, My Little Pony, только в чибе-версии. Собственно, я думал, что надо всё-таки дать мульту шанс, все дела, я это делал... Я рассказывал вам мнение по поводу первого трейлера, что всё окей, что не стоит сразу же угнетать по типу, это будет говно. Но надо сначала дать шанс, посмотреть, а потом уже посмотреть, что это вообще будет. Это и есть говно. Короче, ребят, я сделал реакцию на первую часть, первую серию. Кто хочет посмотреть её, по ссылке в описании есть ссылка на мою реакцию, потому что я её выложил в ВКонтакте у себя в паблике. И у меня есть куча негодований по поводу Pony Life, потому что, ну, такого я реально не ожидал. Я думал, что это, типа, будет Teen Titans Go. Тот же самый Наруто Приключения Ли. Это тоже, типа, Чиби-версия Наруто. Что там будет, куча юмора, все дела. Но никак это не Дисней, и никак это не Warner Brothers, которые делали Teen Titans. Это дресня. Это полнейшая дресня. Сейчас объясню, почему. Во-первых, можно заметить, что там есть опенинг, который для меня лично не из приятнейших. Как я и говорил в самой реакции, Оупенинг, это как бы лицо. Лицо анимации, или же вообще лицо всего проекта, лицо мультсериала, сериала и так далее. По нему будут узнавать, что это за мульт. Некоторые подпевать. У My Little Pony было достаточно неплохой опенинг. Он мне очень нравился. Но у нас какие-то в итоге идут завывания моржа. По-другому это просто назвать нельзя, потому что это просто ужасно. Я не найду даже человека, который будет подпевать такому. И кто будет запоминать такие слова. Типа, это реально ужасно. Я к этому не был, по крайней мере, готовым. Второе, что мне не понравилось, это анимация. Вроде как должно быть, ну, типа, чиби-версия, все дела. Но насколько же авторам самим насрать на то, как выглядит анимация. Это, по сути, были куча моментов, в которых я просто кринжовал. Есть моменты, где просто кринжовая эмоция, например, на Twilight какая-нибудь выглядит. Или еще на каком-то из персов. Есть момент, который я хочу, вот, отдельно обвести. Это крылья Twilight. Когда я делал реакцию на первую часть, первую серию, там был момент, когда все пили какие-то... Зелья телекинеза, чтобы там показывать Rainbow Dash, что и да как, прислонялись своим лбом к лбу Rainbow Dash. И когда к Rainbow Dash подошла Twilight подсоединить свой лоб, у нее крылья просто внезапно взяли и пропали. Просто из ниоткуда взяли и пропали. Все. Были крылья, теперь их нет. Вроде как, знаете, вроде как мелочь. Вроде как не... Еле-еле заметно. А потом, когда вот показывается то, что должны были показать, и тут, когда возвращаются к самым персонажам, они еще держат лб друг напротив друга, и у Twilight все еще нет крыльев. на протяжении, наверное, трех-четырех секунд. Это уже как бы заметно. Это прям сильно заметно. А потом следующий... Следующий кадр. Кто... Rainbow Dash держит... Капеццами за мордочку... Твайлайт. И получается, что... У нее появляются небольшие там... Ну, типа... Из-за анимации, возможно, или еще что-то. Типа... Небольшие такие вот штучки, по типу... Я не знаю, как это объяснить, сами увидите. И у нее тогда уже появляются крылья. Классно. Это доказывает, насколько же авторам все-таки все равно на анимацию. Вообще, на сам проект и на сам мультсериал. И мы... Вот этот мульт нельзя воспринимать, как отдельное какое-то... Творение по МЛП. Это можно разве что... Это можно просто воспринимать, как... Проект, в котором... Который нацелен на то, чтобы продать побольше игрушек с серии Pony Life. И все. Типа... Боже мой, как же ж это было плохо. Возможно, я не прав. Я не знаю. Возможно, я не прав. Я... Я хотел... Я реально хотел дать шанс. Дать шанс Pony Life, чтобы... Вот, смотрите, он не такой плохой. Я так думал, перед тем, как я начал реакцию на него. Я думал, что вот, все будет отлично. Все будет круто. Но нифига. Это меня сильно разочаровало. Возможно... Детям понравится... Потому что дети не будут всматриваться в какие-то отдельные части. Но повзрослев, они не будут говорить, что вот я смотрел такой-то мультик. Я смотрел в детстве какой-то такой вот мультик. Они будут говорить, боже мой, что за позор я смотрел. Я вот реально вот думаю, что так и будет. По-другому это так и не скажешь. Типа, ой, боже мой, что за позор я в детстве смотрел. Лучше бы я смотрел МЛП, оригинал. Броней этот мульт не добавит. И уж тем более... Как бы... Блин, я даже не знаю, что еще сказать по поводу этого. Это просто... Я не знаю. Я не знаю, чем думали сами авторы, когда выпускали первую серию. Я бы понял бы, если бы... Это был бы какой-то эксперимент на одну серию. И все. Но нет. Они выпустили уже первую серию, вторую серию, третью и четвертую серию. И каждая из серии разделена на две части. Которые есть в этих же частях, в общем-то, по пять минут. Это жесть. Это реально жесть, ребят. Кто не знает, я до сих пор не смотрел... Не смотрел несколько последних сезонов МЛП оригинального. Я теперь жалею об этом, потому что... Я лучше продолжу... Хоть... Хоть сейчас буду смотреть МЛП оригинальные. То, что я не смотрел. Или же с самого начала. Я не знаю. Пусть. Пусть даже реакции буду делать на каком-то истриме, на Твиче. Но у меня просто, ребят, нет слов. Реально. Такое чувство, будто меня просто пришибли на скомью, сказали Нет, братан. Ты ожидал чего-то лучшего, но не судьба. И многие уже высказались по этому поводу, по поводу пони лайфа. Я вообще думал ВКонтакте записать... Подписать не пони... Пони лифы. Ну, типа, чтобы не забанили. А пони кринж. Вот. Но потом я передумал и просто такой пони лайф. Так что да. И... Я для ознакомления, чтобы вы просто немножко вот... чтобы не прислушивались именно к моему мнению, а ставили свою какую-то точку мнения по поводу этого всего, я еще покидаю, наверное, несколько ссылок на других авторов. Возможно, на креативный канал Тома, если у нее был ролик по поводу именно первых серий. Мастер Тайма. Так что можете глянуть еще их. Короче, ладно, ребят. Всем удачи. Всем пока-пока. И... Посмотрите хорошие мульты. Субтитры сделал DimaTorzok